всем привет мои хорошие сегодня мы с вами будем квасить капусту причем капусту диетическую так как она без добавления сахара просто капуста морковка соль все буду квасить простым способом как обычно квасили раньше как васила моя мама я так квасила короче заквасили от и до поехали ну что ребята вперед значит есть меня капуста капуста у меня много 10 килограммов потому что я очень люблю тушеную квашеную капусту суткой морковка морковки надо 1 к 10 если 10 килограмм капусты то значит килограмм морковки нужен вот соль к обычная и шинковка такая вот у меня есть видавшая виды но на ней так удобно тын 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 быстренько вот вы можете шинковать любым другим способом ножичком на своей тёрке как вам как вам удобно принцип один и тот же ну что приступаем пошинкуем капусточку и заквасим шинковать я буду ее прямо на стол вот таким как вы любите немножко большой ну что капусточка наша пошинкована я пошинковала это где-то половина может чуть больше мая капусты значит что дальше берем морковку и вот я половину вот так вот притрушу вот так вот так вот все хорошо притрушим морковочкой дальше здесь где-то килограмм 5 значит теперь нам надо ее посолить на килограмм капусты мы кладем ложку соли вот даже поменьше наверно вот так вот ложку соли или же 25 грамм кого есть весы можете отмерить 25 грамм на килограмм капусты и точно так же посыпаем сверху вот нам надо здесь пять килограмм вот пять ложечек нам надо вот так вот рассыпать по всей нашей капусте два три четыре пять ну еще чуть чуть вот так вот потому что у меня наверно здесь чуть больше чем 5 килограмм так кто хочет добавить сахара можете добавить еще сахара но у меня капуста будет без сахара не хочу сахара надо кушать поменьше поэтому только соль не кладу никаких не специй ничего никакого не перчика ничего просто вот так вот все забыла вам еще сказать что капусточку надо выбирать беленькую чтобы она была беленькая не зеленая а белая ну что дальше что дальше мы берем вот так вот кусочек нашей капусты и хорошо вот так вот сминаем обминаем ее чтобы она пустила сок как скрипит хряч 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 она желтеет от морковки будут красивая вот она видите уже стала такая мокренькая вот так и складываем в посуду в моем случае это вот такое вот ведерко это попало и в ведерко поехали дальше капуста сама по себе сладкая поэтому я думаю что соли будет достаточно раньше я положила сахар а сейчас нет готовьтесь к тому что вокруг стола будет полно капусты хоть как не аккуратно она все равно каким-то образом сыпется ну уберется и дальше у меня есть один секретик сейчас покажу у меня есть вот такие яблочки это антоновка эти яблочки я сейчас разрежу вот так на половинке вот это антоновка ребята какой запах аромат вообще я вам сейчас покажу что я буду делать вот я сюда положу досточку чтобы здесь все у меня было стерлинка вот у меня надеюсь вам видно и вот этими яблочками я вот так вот вот так или вот так как вам будет удобно выложу вот эту капусточку которая у меня здесь уже есть во-первых будет ароматная капуста а во-вторых будут замечательные квашеные яблоки тем более антоновка вот так вот и сверху мы засыпаем капустой засыпем капустой а потом уложим еще один слой яблок и два сколько поместится еще один момент ребята вот видите моменты появляются по ходу все сразу не упомнишь каждый слой мы хорошо утаптываем вот так вот хорошо кулачком чтоб она у нас пустила сок хорошо плотненько плотненько так она сейчас постоит а под конец когда уже мы натрамбуем полно ведерко сок покроет уже прям всю нашу капусту вот вот такой ведерко вот смотрите я его натоптала вот здесь уже не знаю видно вам здесь уже вот сок видите вот больше я ложить не буду потому что она еще поднимется как бы полное накладывать не буду она начнет бродить и поднимется чтоб не перла через верх все я думаю хватит ну вот ребята что получилось что еще значит хочу сказать вот это мы оставим при комнатной температуре дня на три ну через три дня попробуйте если появилась такая вот кислинка то ее надо вынести в холодное место и пускай она стоит у вас уже в холодном месте значит что еще надо нужно вот такая вот деревянная шпажка вот у меня веточка такая вот есть лёшик мне сделал этой шпажкой надо протыкать вот так вот капусточку нашу на всю глубину до самого дна один где-то ну я протыкаю утром и вечером чтобы выходили газики чтобы она не горчила потом вот и тут тоже потыкаем ну что ну вот и все если у вас получилось побольше посуда поменьше и получилось пополнее надо поставить в тарелочку потому что рассольчик будет переливаться чтоб на столе было чистенько вот все что я хотела сказать вам вот такая вот капусточка это самый простой рецепт этот рецепт наверное еще испокон веков ну все накрываем и оставляем если вам понравилось ставьте лайки не забывайте если не понравилось ставьте дизлайки тоже хорошо критика помогает в работе подписывайтесь и будет вам счастье на этом пока 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 Продолжение следует...